Музыка Хоккейный проект Овертайм возвращается в эфир телеканала Беларусь 5 Начинаем новый сезон в первом выпуске Главное событие межсезонья, наша версия Я надеюсь, справедливость существует ХК Гомель, все против одного Хочу плачу, хочу не плачу, ты молчи, я тебе тогда заплачу Кубок с Олеем, Неман и Молодечно идут дальше Это была игра, прям плей-офф и прям на весь золото она Финал четырех, юность и Динамо готовятся Посмотрим на бумаги, фавориты одни, как бы на деле часто получаются другие побеждают Встречайте и любите ведущая Виктория Гриб Всем привет! Вы не представляете, как я скучала по хоккею Давайте же побыстрее окунемся в него с головой Наша программа три месяца была в отпуске За это время в нашем хоккее произошло много значимых событий Мы выделили 10 самых важных межсезонных дайджестов Самая приятная новость лета Выбор сразу двух белорусов в первой сотне драфта НХЛ Подобного в истории нашего хоккея никогда ранее не случалось Динамо ведь защитник Владислав Каличонок Второй раунд, 52-й общий номер Флорида Литеблянин нападающий Алексей Протос Третий раунд, 91-й номер Вашингтон Примем это за признак того, что белорусский хоккей все же способен выкрапкаться из ямы 50 белорусов в НХЛ Такова честолюбиво-простодушная цель главы Федерации хоккея Геннадия Савилова Превратить грезы в реальность призванной реформой детско-юношеского хоккея Игра не на результат в раннем возрасте Возможность позднего набора Количественно разные форматы матчей Игра без вратарей на начальных этапах подготовки Смело, масштабно, эффективно ли? Обещаем разобраться Есть решение, сколько вариантов объяснения которых не придумай Оправдать их все равно не получится Евгений Ясаулов был главным творцом успеха юниорской сборной на апрельском чемпионате мира Победа над чехами и финнами Пятое место Фантастика в современных реалях И лишился своей должности Вот она благодарность, как ее понимают Федерации хоккея Возмутительно Святая вера в эффект Хенлона Согласно которому есть тренеры, чья работа спорится только в Беларуси и нигде более Заставила боссов Динамо вернуть в клуб Крейга Луткрафта Человека, с именем которого связаны последние успехи команды двухлетней давности После того тренерская карьера канадцы не была гладкой Но мы верим в еще одно чудо, которое при рискованных финансах и неяркой селекции Сможет сотворить североамериканец Возможно это плохо для Динамо, но зато на наш взгляд хорошо для белорусского хоккея в целом После снятия легионерского статуса с белорусов в КХЛ Наши соотечественники стали востребованы в других командах лиги Причем Хенкель, Лисовец и Бульницкий оказались в топ-клубах Это шаг вперед в их развитии Опрос журналистов и специалистов постановил Лучший хоккеист прошлого сезона Джефф Платт Лучший тренер Андрей Скобелко Заслуженно В причале только что из урожденных белорусов не нашлось достойного этого звания у игрока А наставник работает во благо вовсе не нашего хоккея Возрастной ценз, несмотря на свою очевидную сомнительность Проявил удивительную способность к живучести И стал одной из причин завершения карьеры Андреем Коршуновым Капитаном чемпионских составов Немана И не единожды лучшим защитником экстралиги Хорошо, что провожать с почестями у нас наконец-то научились Трогательная церемония состоялась в Гродно во время прецезонного футбира Впервые судьба трофея решится в финале четырех В которой без отбора допущена юность как чемпион и Динамо Ранее не принимавшая участие в турнире С точки зрения маркетинга ход федерации оправдан Всем памятен ажиотаж вокруг суперсерии Но спортивный принцип несколько исковеркан Белосиния не ограничены ни бюджетом, ни лимитами Существующими для команд экстралиг Впрочем, если в Орше состоится праздник Пенебрежем этими обстоятельствами Федерация очень старается повысить презентабельность белорусского чемпионата Титульный спонсор, ребрендинг, увеличение ТВ-трансляций Однако избежать репутационных потерь все равно не удается Когда команда за два дня до старта кубка снимает соревнований Для имиджа турнира это катастрофа А страстка нужна и порой полезна Но что мешало проявить жесткость раньше Ситуацию довели до критической обе стороны Самые приветливые глаза нашего хоккея С легким оттенком позитивной иронии И сермяжного понимания происходящего вокруг Этим летом закрылись навсегда Александр Николаевич, спасибо за жизнь и за труд Помним Большая часть сегодняшнего выпуска Будет посвящена первому турниру сезона Кубку Салея Сперва расскажем о матчах группового раунда Которые были призваны определить Еще двух участников финала четырех в Орше В группе Б никто не посягнул на право фаворитов Шахтера и Динамо Молодечно выявить победителя В очной дуэли Состоялась она в понедельник в Солигорске Неяркая игра, минимум моментов и закономерные нули По истечении основного и дополнительного периодов Впрочем, такие матчи любят за иное Повышенный градус соперничества Это была игра, прям плей-офф И прям на вес золота она И все об этом знали, что шахтер, что мы Поэтому каждый старался не сделать ошибок И поэтому было очень, ну, мало моментов создали Обе команды Если честно, то острых моментов Как такового всю игру не было Тут все просто Нападающие не забивают голы Не создают моменты, не нагнетают У нас пока что в нападении без зуба очень играем В итоге судьбу путевки в финал четырех решала булитная серия Единственной удачной стала попытка Молодечнинца Артура Дриндрожика Шахтер сошел с дистанции К слову для солигорчан Кубок – турнир заколдованный Горняки никогда, даже в лучшие годы, не владели трофеем И даже в финалах не играли А нет такого, удачно-неудачно Надо выходить, выигрывать все игры, которые есть Смотреть, там, удачный кубок, неудачный Это все такое Детский сад, если честно Поэтому все зависит от нас И весь результат зависит от нас Можно рассказывать, что все находят под нагрузкой Но это все и хотят выиграть, это же естественно Так что мы тоже хотели выиграть, но не получилось Динамо Молодечнинца стала самой забивной И самой малопропустившей командой группового этапа Разница шайб – 40 на 7 И единственный, не проигравший ни разу А в топе лучших бомбардиров турнира Оказались сплошь и рядом его игроки Амбражейчик, Нестеров, Боярчук, Кучкин Кто сколько насобирал, пришлось считать вручную Пока Федерация все еще корпеет над созданием новой статистической системы Есть, скажем так, нюансы Конечно, хотелось бы усилить линию обороны Ну и может быть одного-двух нападающих Да, к сожалению, глубина состава отсутствует Здесь даже не в том, что в селекции А здесь ряд комплекс вопросов Которые надо решать не только мне, но и руководству В частности, больше руководству В группе А претендентов на выход в полуфинал было больше Хотя до понедельника казалось, что своего не упустит главный фаворит – Неман Однако гродинцы неожиданно, негаданно уступили Гомелю – 0-3 В последнем туре шанс заскочить в финальный квартет имели и Рейси, и Аршансы, и Бобруйск Удачное выступление в Кубке последней команды стоит отметить отдельно – молодцы Однако в среду усилий Бобров не хватило, чтобы одолеть Неман Вице-чемпион победил 8-2 и поедет в Воршу защищать завоеванный год назад титул Особый статус нынешнему розыгрышу Кубка Беларуси придает участие в нем Минского Динамо На днях мы побывали на тренировке белосиних и разузнали, как команда готовится к турниру Для Динамо первый предсезонный турнир сложился неудачно На прошлой неделе в Нижнем Новгороде минчане потерпели поражение в трех матчах из четырех и заняли последнее место В качестве обидчиков белосиних выступили местная торпеда, московская Динамо и клуб из Узбекистана – Хумо Разумеется, побеждать хочется всегда Однако на данном этапе нам важно было понять, на что способен тот или иной игрок, как он действует в разных игровых моментах, ведет себя в стрессовых ситуациях, противостоит хоккеистам уровня КХЛ Теперь я знаю о своих подопечных больше, и это главная польза Нижегородского турнира Сейчас только середина августа, мы в процессе подготовки к сезону В кемпе много игроков, в том числе новых для системы Динамо На турнире тренеры активно ротировали состав, поэтому результат не лучший, но сейчас будет определен костяк команды, и мы сможем уделить внимание отработке игровых взаимодействий Франсис Паре – единственный легионер Динамо, принимавший участие в турнире И остальные, защитники Стефана Эллиот и Марк Андре Гриньяни, форвард Дрю Шор и голкипер Йонес Эйнрат, по недоброй традиции присоединились к команде только сейчас И во вторник провели первую тренировку Конечно, мы ждали, когда в команду добавятся легионеры У них есть нужный уровень мастерства, который должен помочь Динамо в сезоне И не только в плане хорошей игры Жду, что они станут лизерами в раздевалке, будут примером для молодых игроков, поспособствуют их развитию Сегодня они смотрелись хорошо, энтузиазм, энергия, все при них Мне нравятся тренировки Вудкрафта, на предсезонке всегда сложная и идет тяжелая работа Но Крейг не просто грузит, как это порой делают некоторые российские тренеры, а делает это с умом Он объясняет каждый свой шаг, что и для чего делается У него есть четкий план, это очень импонирует Я постепенно осваиваюсь в новом коллективе Сейчас станет попроще, подъехали другие легионеры Накануне мы с ними уже сходили вместе на ужин По итогам турнира в Нижнем Новгороде был принят ряд кадровых решений Из внушительного списка кемпующихся были вычеркнуты братья Малявка, противец, Масилевич и Волков А полноценные контракты с командой подписала молодежь В том числе 18-летний защитник Павел Денисов Это настоящий сюрприз Первое впечатление было, слишком юн, слишком мал Однако потом я посмотрел его в деле Денисов смелый игрок, не боится борьбы, несмотря на свои габариты Подкупает его самоотдачи и по-хоккейному правильная игра в различных ситуациях Теперь все зависит от него Если будет прогрессировать, то будет играть в основе и получать достаточно времени на льду Произошло в рядах «Динамо» и одно громкое пополнение В команду вернулся российский центр-форвард-ветеран Алексей Терещенко Который здорово проявил себя в Минске в прошлом году Он заключил с командой пробный контракт Еще раз подчеркну Нашей команде при ее нынешней философии и ориентации на воспитание молодежи нужны лидеры Опытные игроки, глядя на которых молодые хоккеисты будут расти Как мне рассказывали, Терещенко – хоккеист с позитивным влиянием на команду Борец – победитель по духу Его самоотдаче нужно и можно учиться Тем более позиция центр-форварда очень важна в современном хоккее Финал четырех Кубка Солея для «Динамо» – необычный предсезонный турнир С одной стороны – очередной подготовительный, с другой – важный в имиджевом плане Проиграть команду белорусского чемпионата наш полпред в КХЛ не имеет права В любой день, в любую погоду Да, я слышал о весенней суперсерии И думаю, нынешний турнир в чем-то будет схож по значению с ней Ведь разыгрывается национальный трофей Мы готовимся очень серьезно и хотим показать хорошую игру Я всегда пытаюсь донести до хоккеистов – важна каждая игра Каждая смена и даже каждая минута Если работать правильно, это принесет пользу в дальнейшем Я хочу побеждать всегда, неважно, выхожу ли на лед, играю в карты с семьей или с дочкой в монополию Да, это не кубок Гагарина, но если мы в итоге хотим до него добраться Должны относиться серьезно к каждому турниру и матчу Мне будет интересно посмотреть на уровень белорусских хоккеистов и местных команд В общем, съездить в Оршу без сомнения стоит Воочию увидит, что представляет из себя новый проект Крейга Вудкрафта И пощекотать нервы новым витком противостояния Динамо против экстралигии Еще одним четвертым соискателем Кубка Салей является чемпионская юность Подтверждать свой высокий статус команде Михаила Захарова придется в обновленном составе Юность была освобождена от игр группового этапа Кубка Салей И могла целенаправленно готовиться к финалу четырех Приняла участие в Гродненском турнире Дубко, последнее место Скаталась на Товарники в Ригу с ВХЛовскими Сыроаркой и Сканевой, победой А во вторник провела контроль на поединок с Химиком 4-0 Однако спарринги это спарринги, неровне официальным матчам Их отсутствие может толкнуться Ну всегда играть лучше, когда ты в игровом тонусе находишься Играть не тренироваться, поэтому нормально ничего наверстаем Конечно, официальный матч есть официальный матч Лучше было, просто где-то побольше матчей было Хотя бы я же говорю, что федерация сказала бы Мы бы и турниры сыграли, конечно, нам может быть и не хватает где-то еще 2-3 матча провести Все-таки же не хватает где-то Потеряв в межсезонье добротных белорусов Стефановича, Разводовского, Житких, Протасеню Юность выбрала российский вектор селекционной деятельности Колготин, Мальцев, Цыганов, Волошин должны стать лидерами обновленной команды Разводовский довольно неплохо в том году выглядел Тот же Стефанович, тот же Житких, они в одной тройке были Первая тройка, но ее, к сожалению, не стало Но этим ребятам еще работать и работать до них Хотя они стараются Как говорится, у них и шанс есть, и Минск один, наверное, попасть По крайней мере, той молодежи, возраст которого у нас в Беларуси, они не уступают Даже где-то сильнее, именно на своем уровне сильнее И они и покрепче такие ребята, и настырны И, как говорится, хотят играть, лезут на ворота Стараются, стараются Молодая команда, у нас, наверное, самая молодая команда За все время, смотришь, так, с большего Хорошо, Сашка Кулаков есть, а не хоть возраст подтягивая туда, к ветеранскому Ранее летом Захаров уже сетовал на изменения в Ростере И, в частности, отмечал, что прошлогодняя команда могла победить «Динамо» Нынешняя – вряд ли Хитрит? Зная Михаила Михайловича, можно смело утверждать, что к возможному ревашу за суперсерию Он команду подвел в наилучшей форме Нас вообще не форзировали Мы же как бы был план Если «Минская Динамо» сразу вышла на лед То мы вышли через три недели на лед Мы позже всех в стране вышли на лед Мы вообще не готовились, можно сказать Не к турниру Дубко Мы за Дубко четыре дня покатались, когда поехали на Дубко Я считаю, что все-таки же номер один для хоккеистов белорусских Особенно для «Минского Динамо» всех Это УФП, штанга, чего не хватает Я вот не хочу фамилию хоккеиста назвать Они говорят, все-таки же, которые с уровнем высоким Физики не хватает в «Минском Динамо» Лед – это лед, а УФП – это УФП Но встретятся ли юности «Динамо» в финале – еще вопрос Пока же Захаров удивился наличием жеребьевки полуфинальных пар И матча за третье место в кубковом розыгрыше И, разумеется, упомянул о, по его мнению, нелегальных преимуществах «Динамо» Ну, они же играют по своим правилам Мы по своим… Вот это номер один, где, как говорится И надо было договаривать, поэтому я говорю Все-таки же кубок с «Алея» надо было отдельно провести без «Минского Динамо» А вот суперкубок сделать вот уже из первого места, из «Минского Динамо» На поле тех, кто, грубо говоря, чемпионат Белоруссии Если «Нема» выиграл, то бы в «Немане» «Минское Динамо» сыграло Я думаю, интерес был сумасшедший И уже там хоть по каким правилам, уже не обидно ты проиграл Нужно сделать какой-то призовый фонд за этот кубок Интересно было бы Так, знаете, мы проиграем, скажем, не теми условиями «Нема» тоже У них хоть один легионер есть, финн какой-то У нас вообще никакого А накануне битв в Орше «Юность» получила усиление в лице парфиевца Не подошедшего под концепцию Крэга Вудкрафта Максиму будет что-то оказывать Тем временем в четверг состояла жеребьевка финала четырех Согласно итогам которой в субботних полуфиналах «Юность» сыграет с «Неманом» А «Динамо» мест с «Молодечно» Все матчи покажет наш телеканал Обязательно к просмотру Посмотрим на бумаги, фавориты одни На деле часто получаются другие побеждают К нашему глубокому огорчению Хоккейный Гомель не перестает Быть поставщиком скандальных новостей И нам приходится говорить не о хоккее А о сопутствующих ему вещах В прошлом сезоне мы дважды предоставляли Трибуну директору ХК Гомель Виталию Усовичу Несмотря на обилие слухов и косвенных фактов Говорящих о наличии проблем Руководитель уверенно заявлял Что финансовое положение клуба стабильно А гомельский хоккей развивается в верном направлении Однако летом информационное поле было подорвано Высказываниями бывших хоккеистов команды У которых прямо противоположное мнение И денежные претензии к клубу Они заявляют о долгах по зарплатам Невыплаченных премиях Неправильном начислении отпускных Директор же в свою очередь утверждает Что все обязательства перед АК Ками Клуб выполнил Нам платили министерские ставки И даже что-то прожиточный минимум Какой-то даже было меньше Наверное два месяца там платилось Может и по 200 рублей Было такое Да Действительно такое было А что полного оклада И какую-то премию за сезон Такого не было Это ж неспроста 15 человек говорит о том Что есть вот такие проблемы И вот такое вот происходит А один человек говорит Что нет, я все отдал Ну это ж как-то, наверное, дико слушать Как бы и все остальные понимают Прекрасно, что происходит У нас претензии конкретно К человеку, который нас обманул И просто говорит всем в лицо Что он все выполнил Я считаю, это не по-мужски Самое интересное, что деньги есть Деньги есть, чтобы рассчитаться Именно со всеми игроками, которые ушли Деньги были Мы это знаем точно Но они решили эти деньги сэкономить И решили их потратить Насколько нам известно На приезжих новых ребят в Гомеле Суть проблемы в контрактах Которые, по словам хоккеистов Составлялись неким особым образом Суммы основного дохода и бонусов Не были четко прописаны Многое оговаривалось в устной форме Игрокам обещали, а не подписывали И теперь на первый план Вышел моральный аспект Использовались нашей некомпетентностью И не понимание в юридических каких-то этих Ты подписываешь контракт И тебе директор Обязывается выполнять какие-то условия Ты веришь ему Ты никогда не задумываешься о том Что могут возникнуть потом Такие неприятные ситуации Как с нами возникло Это просто было на доверии Мы должны были получать деньги Но, к сожалению, их не получали Это шло месяц, два, три Когда приходишь домой к семье И тебе просто нечего им сказать Потому что Ну, тебе там говорят Ну, ждите Ты тоже домой приходишь Говоришь, ждите Но это как бы Ты просто устаешь от этого И я не знаю, как можно Выполнять какие-то задачи Если тебе обещают одно А совсем его не выполняют Все эти разговоры, которые Говорили ребята Подписывают под каждым словом Да, было в церкви Было слово офицера давали И в слово говорили Что, ребят, все это Небольшая задержка Это нюансы Которые, ну, все будет здорово Последний момент Когда человек просто Перестал поднимать трубки Отвечать на смс Людям вообще Открытым текстом Говоришь, что Ну, мы вам ничего не должны Так же и со мной было Я приехал летом К юристу Она просто Смотрит на меня Такими глазами Улыбается и говорит Ты же все деньги Оставил клубу Как бы Я говорю, в смысле За что, почему Ну, ничего просто Не объяснилось Мне все стало понятно Что Как видим, разрешить Полюбовно конфликт Не получилось И хоккеисты В поисках правды Обратились в федерацию Министерство труда И социальной защиты И прокуратуру Хотим, чтобы нам отдали Эти деньги Которые нам Во-первых, обещали А второе Это мы эти деньги Заработали Вот И то есть Мы так весь сезон И выиграли И никто не Опускал руки Ничего А по итогу Что уже до конца Терпели Терпели Уже кому-то Тоже Должно Должно закончиться Когда-то Терпение Получается Нам тяжело В этой ситуации Ну, как-то Разбираться В этих документах И все остальное Мы для этого И нанимаем Профессионала В этом деле То есть Он будет Разбираться В этих документах И все остальное То, что Какие инстанции Нас требовались Мы все подали То есть Дальнейшее Будем ждать ответа И будем переходить На другой уровень Ну, я надеюсь Справедливость Существует Ответила нам Федерация Ну, там По бумагам Вроде все Как чисто Они говорят Но если копнуть Глубже Я думаю Там можно Зацепиться И за все И за отпускные И за премиальные И по зарплатам У нас же в стране Есть и трудовой кодекс Я думаю Это Главное Почему мы должны Работать А не То, что там Выдумали Сами Я не знаю Как это назвать Хочу-плачу Хочу-не плачу Ты молчи Я тебе Тогда заплачу А если начнешь Говорить Тогда вообще Ничего не заплачу Вот такая политика Как бы По сути есть Даже сейчас Взять ситуацию В Гомеле Запахло жареным Он рассчитывается Со всеми Полностью зарплатой Без минставок Впервые За сколько лет Потому что знает Что начинаются проверки Какие-то Компетентные органы В ближайшее время Должны разобраться В этом деле Мы же программа Спортивная И нас больше Заботит то В каком положении Оказался Гомельский хоккей О регрессивных Тенденциях Увертайм Говорил уже давно Теперь об этом Рассказывают те Кто знает ситуацию Изнутри Для меня Для меня Самое неприятное Что я В Гомель Приехал Очень молодым Парнем Когда туда Набирали Ребят Со всей страны Отбирали Более-менее Перспективных Нам давали Учебу Питание Нам платили Какие-то деньги Мы жили Как в интернате Нами занимались Тот же Дмитрий Александрович Кравченко И там было Все на уровне Наверное Как мы считали Что мы Где-то в Акбарсе Находимся Все было На высшем уровне Начиная Там от тапочек Заканчивая Полотенцами Сейчас же Мы наблюдаем Такую ситуацию Что Гомель Это из топ-клуба Превратился Как Ну не знаю Экстралига Б Где нет клюшек Формы у ребят Дошло до того Что ленты Даже нету В клубе скотча За свои деньги Покупались Ну это уже Ни в какие рамки Просто не годилось Когда Человек заказывает Коньки Потому что у него Коньки просто Уже он как В кроссовках В них бегал Вот Но опять же Никакие Он не просил Просто приходит Приходится обуваться Одеваться Вот Это одна ситуация Вторая ситуация Когда человеку приходит Он ждет коньки Ему приходят Просто два левых конька Это ненормально Вообще Мне кажется Это вот что Просто самые мелочи Я называю Элементарные Которые были ситуации Люди играют Без страховки Это вообще Какой-то нонсенс Ну действительно Если тебе в 30 лет Приносят сломанную клюшку И говорят Ну а ты попробуй Может тебе подойдет Это Ну это даже Ну я не хочу Даже это обсуждать Такое ощущение Что время Отмоталось На лет 5-10 назад Когда о подобных вещах Сообщали хоккеисты Могилева Бреста Витебска Где оказались Эти команды Впоследствии Вы прекрасно знаете Неужели Такая же участь Ждет гомельский хоккей Хоккей Серьезным спонсором Некогда хорошей базы И славными достижениями Знаю Что было в клубе До этого Какие были амбиции Что вообще Какие условия На тот момент Я говорю Ну за последнее время Просто уничтожили Можно сказать Такое чувство Как будто Он выполняет Поставленную цель Угробить его окончательно Благодаря одному человеку Может загнуться все Детская школа Она вообще там Выкарабкивается Еле-еле Фармклуб Там Новых хоккеистов Особо не появляется Можно рассказывать Сказки Байки какие-то Про то что Каждый год у нас там Появляется в клубе В основном В экстралигии молодежь Но эта молодежь Появляется Из-за каких-то проблем А не потому что Там конкуренция Выигрывают они Или еще что-то Я не знаю Почему еще родители молчат Что происходит вообще В детском хоккее Они скатились До таких низов В группе Б играют Последние места занимают У меня родители знакомые Спрашивают Почему форма Даже никакая Это не уделяется Вроде деньги выделяются На детский хоккей А ничего не выдается А кому верите вы Сверхуверенному в себе Директору клуба Или множество игроков Упадок гомельского хоккея Миф Или реальность Ответы кажутся очевидными Только почему-то Длится все это уже Неприлично долго И никто ничего менять не хочет На этом мы прощаемся с вами Смотрите овертайм по четвергам На Беларусь 5 Хоккей Это прекрасно Пока